Российская армия ведет себя все более в свойственной себе манере, основываясь на опыте подобных операций, проведенных в двух чеченских войнах и в Сирии. Первая фаза войны завершилась. Началась вторая фаза войны. Еще раз повторюсь, вторая фаза войны отличается и будет отличаться максимальной жестокостью касательно применения наиболее разрушительных средств, которыми обладают вооруженные силы Российской Федерации. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Где мы находимся? Куда мы идем? Сколько будет подобных фаз? И какова будет продолжительность войны, которую ведет Украина против России? Украина, которая ведет оборонительную войну против агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией. Мы должны понимать, что Россия не остановится. У России нет никакого не только желания, но и выхода остановиться. Понеся стратегическое поражение, начав войну против Украины, Россия имеет определенные тактические победы, которые объясняются численностью российских войск, глобальной мощью вооруженных сил. Все эти тактические победы, опять же, происходят на фоне поражения Российской Федерации в длительной стратегической перспективе. От чего будет зависеть продолжение боевых действий? Во многом, продолжение боевых действий будет зависеть от тех соглашений, которыми придут Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Здесь должно быть понимание, что Китаю не нужна сильная Россия, и Китаю также не нужна очень слабая Россия. Все будет зависеть от того, каким соглашением придут лидеры Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики. Будут ли эти соглашения касаться выгодного раздела российских сфер влияния, российской территории, глобально-российского государства между двумя глобальными и главными игроками на мировой арене, либо Китай останется недовольный, недоволен и будет использовать Россию в качестве лансета в противостоянии с Западом. Вот основные главные вопросы, от которых зависит дальнейший ход, длительность и судьба военных действий. На начальном этапе мы видели, что Российская Федерация готовилась к войне, основываясь на исключительно ошибочных, неправильных анализах и выкладках касательно внутриполитической ситуации в Украине, касательно возможностей украинской армии и длительности и силы сопротивления украинского народа и вооруженных сил. Россияне ошиблись. Первую фазу они проиграли в разрезе того, что они не смогли достигнуть поставленных целей. Они не смогли в запланированные два-три дня, как они действительно планировали нанести поражение вооруженным силам Украины. Они не встретили не только минимальной, но и практически никакой поддержки со стороны граждан Украины, несмотря на уверенность в том, что они думали, украинское население, как минимум южных и восточных регионов, будет поддерживать вторжение российской армии, принимая захватчиков в качестве освободителей. Этого не произошло. И этого не произошло ни на юге, ни на востоке, ни на севере. Чем объясняются тактические успехи россиян на южном направлении? Ну, во-первых, это короткая рука логистики. Слишком большие силы у России были сконцентрированы на территории Крымского полуострова. Также мы понимаем, что это базы Черноморского флота Российской Федерации. И это возможность быстрой переброски подкреплений горюче-смазочных средств и боеприпасов к войскам Российской Федерации, которые продвинулись к Херсону и к Мариокулю. Чем объясняется также это быстрое продвижение? Как мы понимаем, в значительной степени судьбу Херсона решил захват моста, который дает возможность выхода городу чуть севернее по течению Днепра, чуть северо-восточнее. Захват этого стратегического моста решил судьбу наступления на Херсон. Касательно Мариуполя мы должны понимать, что России удалось сконцентрировать на этом направлении максимум сил и средств. опять же, благодаря короткой логистической руке город находится в сложном, тяжелом состоянии гуманитарной катастрофы. Несмотря на огромные потери, Россия продолжает свое наступление, единственное успешное наступление, наземное наступление, которое удается России в рамках войны. Если мы будем рассматривать ситуацию на востоке и на севере, мы увидим, что нашим войскам удается не только эффективно противостоять российскому вторжению, а и наносить очень тяжелые потери и тактические поражения втокшейся российской армии. Тут играет важную роль также разница в погодных условиях на юге и на севере. На юге погода позволяет земле быть более твердой на данном этапе в этих числах. На севере это сильная слякоть, это чернозем, в котором земля, застревают танки, застревает бронетехника. Исходя из длинной руки доставки и дискоординации российских войск, они действуют отдельно. Мотострелковые части действуют отдельно от танковых частей, танковые части не имеют сопровождения пехоты. Части обеспечения также действуют отдельно и успешно уничтожаются украинской армией. На востоке наши войска оказывают упорное сопротивление. Россияне осознали, что не в состоянии навязать успешные бои в рамках наземных баталий. Они ничего не смогли продемонстрировать, не взяли ни одного крупного городского центра ни на севере, ни на востоке. И украинская армия удивила весь мир, как и украинский народ, показав тот уровень сопротивления, который до сегодняшнего момента российская армия во всех ее войнах не оказывала ни одна нация, ни европейская, ни азиатская. Что сейчас самое главное? Опять же повторюсь, что самое главное на данном этапе это выдержать и своей волей переломить волю российской армии. Украина уже показала, что по моральному духу, по боевой слаженности и по мотивации вооруженные силы Украины на несколько пунктов превосходят вооруженные силы России, которые не были готовы к этой войне, которые не понимают своих задач и которые показали очень низкие моральные и волевые качества. Да, этому есть и объяснение. Опять же повторюсь, что Россия готовилась к быстрой легкой войне и зачастую бросала в бой парамилитарные формирования, предназначенные для осуществления мер по внутреннему правопорядку на территории Российской Федерации, такие как Российская Гвардия, Росгвардия. Соответственно, подобные части, имея слабое вооружение, не имея опыта ведения подобных боевых действий, несли исключительно большие потери. вооружение, это отсутствие взаимодействия родов войск в рамках Российской Армии во время наступления. Что показываем мы? Мы показываем очень эффективную тактику действий легкой пехоты, либо подозделений, которые мы можем назвать легкой пехотой, которые действуют в соответствии с правилами легкой пехоты. Это наиболее эффективные подразделения по своему назначению для противодействия подобной агрессии, которую мы имеем со стороны Российской Федерации. Наши подразделения успешно уничтожают коммуникации, уничтожают силы обеспечения Российской армии, действуют исключительно эффективно благодаря тому военному оснащению, которое было получено от наших западных союзников и друзей Украины по всему миру. Опять же скажу, что также очень эффективно зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты Турции Байрактар и по возможности было бы очень важно получить еще больше подобных беспилотных аппаратов. Их роль также очень важна, как и роль тех противотанковых и противоавиационных средств, которые мы получаем из стран Европейского Союза и Соединенных Штатов. Модификации американских джевелин противотанковые средства и британских джевелин антикрафт средства предназначены для борьбы с авиацией противника на дальности 5000 и высоте до 3000 метров. Мы видим, что российская авиация фронтовая и штурмовая практически не может уже эффективно действовать в небе Украины. Это связано как с большой насыщенностью подобных средств украинской армии, также это связано с тем, что летчики психологически, учитывая огромное количество потерь, а это более 200 летательных аппаратов модификации самолеты, вертолеты, российские и летчики психологически не готовы во многом совершать подобные вылеты. Пехота России также деморализована. Деморализована тем, что солдаты и офицеры при всей своей идеологической накаченности видят, насколько украинское население единым фронтом, монолитом сопротивляется подобному вторжению. Отчего будет зависеть дальнейший ход войны? Дальнейший ход войны будет зависеть от функционирования экономических машин в первую очередь. Мы видим, что экономическая машина России падает, россияне уже сейчас испытывают недостаток, который будет только возрастать во всех компонентах для производства боеприпасов, военной техники, для восполнения тех технических потерь, которые они несут во время войны в Украине. Также уже сейчас есть серьезная нехватка в продовольствии на территории Российской Федерации, что будет вызывать безусловно внутренние волнения, которые также будут вести на ход будут вести большое влияние и оказывать на ход боевых действий. Это исключительно важно, это необходимо понимать. Влияние в санкции очень серьезное, но временной лаг, период, который прошел недостаточный для того, чтобы мы могли говорить, что они уже оказывают такое влияние и Россия готова остановиться. Россия не может остановиться. проиграв стратегически в длинной перспективе, остановившись, это стратегическое поражение приведет к коллапсу и будет не только личным поражением президента Российской Федерации, но это будет его смертельным приговором. Именно поэтому хотел бы отметить, что нужно держаться, продолжать двигаться вперед. с Украиной весь мир, весь земной шар, все цивилизованное человечество поддерживает Украину, поддерживает страну, которая борется так, как никто до этого никогда не боролся за все последние полвека. поэтому хочу сказать, что мы обязательно победим. Подписывайтесь на канал Национального Демократического Полюса в YouTube. Продолжение следует...